Глава администрации нашел себе зама по благоустройству и, в частности, по снежной уборке. Человек, проработавший на подобных постах в Краснодарском крае и Орловской области, уже утвержден депутатами Гурдумы. И вообще, вокруг сферы снежной уборки Кирова уже третий день появляются новые заявления, приказы. Несколько фактов бюрократического бардака, например, обнаружили прокуроры. А сам глава администрации еще в понедельник призвал всех коммунальщиков к порядку и полномасштабной уборке. Но в среду на тротуарах два десятка новых травм, а на дорогах аварии и сплошные заторы, особенно в часы пик. В ГИБДД, ссылаясь на условия передвижения, вообще рекомендовали водителям по возможности отказаться от собственного транспорта хотя бы на время снегопадов. Никита Тузов продолжит. Пшеничите дороги, да как? Не очень, как бы тщательно прибирают, но не совсем вовремя. Не думаю я об этом, пусть власти думают. О том, что власти как минимум ежедневно вспоминают о расчистке города от снега, говорят отчеты на сайте администрации. Например, во вторник в течение суток работали больше 150 единиц техники. По бумагам строго выполняются и нормативы по вывозке сугробов. Все подрядные организации будут мобилизованы, центр города будет почищен. Снег, вы сами уже заметили, что мы ежедневно вывозим в пределах 5000 кубов снежных масс. С погодой мы не то что там боремся, мы в круглосуточном режиме. Но то, что работа на подавляющем большинстве участков выполнена не до конца, свидетельствует обстановка на дороге. Сообщениями о заторах уже который день пестрят группы в социальных сетях. Пятикилометровая пробка из Новоавиатска. Серьезные утренние и вечерние заторы на Московской, Луганской, Лепсе. Непосредственной причиной пробок чаще всего становились аварии, которые, как отметили в дорожной полиции, могли бы и не случиться, если бы не погода. Такой сильный снегопад, лед, который скапливается под снегом, он, во-первых, приводит к увеличению тормозного пути автомобиля. И, естественно, это сказывается на том, что водитель не может вовремя остановить транспортное средство. Естественно, перед пешеходным переходом, перед перекрестком, на местах, подверженных обледнению, таких как путепроводы, либо мосты, возможно, занос автомобиля. Если обращаться к статистике, то с четверга прошлой недели на дорогах области произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли два человека, и 35 получили травмы различной степени тяжести. О том, что чистота тротуаров тоже оставляет желать лучшего, говорят и пешеходы. Как оцениваете чистоту в городе? Да плохо. Очень плохо. Там еще хуже вообще по колено снега, никак не пройти, не проехать. Я аккуратно хожу, конечно, как скользко, так аккуратно хожу. И статистика уже от Минздрава. Меньше чем за неделю 25 новых пострадавших от гололеда. Каждый четвертый из них получает настолько серьезные травмы, что оказывается в больнице. Тем временем в администрации не перестают напоминать подрядчикам о том, что нерасчищенных участков быть не должно. Ни тротуаров, ни дорог. К последним, кстати, приковано особенно пристальное внимание. Это после того заявления главы администрации в понедельник. Еще раз повторяюсь, улицы будут подрабатывать от бордюра до бордюра. На третий день после этого заявления практика показывает, что его услышали далеко не везде. Чтобы перечислить количество участков, где действительно почищено от бордюра до бордюра, хватит, наверное, пальцев рук. В их число, естественно, вошли городская администрация и областное правительство. Не убранным улицами и тротуаром, похоже, придется просто дожидаться своей очереди. Когда она наступит, особенно для второстепенных участков, сказать сложно. В титул список объектов для расчистки многие все еще не включены. Тем временем, по данным Федерального гидромедцентра, снегопады будут продолжаться как минимум ближайшие 7 дней. Кстати, в ГИБДД авторюбителям на это время вообще рекомендуют воздержаться от поездок на машинах. Никита Тузов, Артем Паникаровских, Антон Мамаев и Александр Рожков. Информационный канал «Город».